На стройплощадке, где в будущем появится новая станция метро «Театральная», встретились представители общественной палаты Самарской области и Минстроя, чтобы проверить, как идут работы. Здесь идет подготовительный этап, здесь идет перенос сетей. Это самое главное для того, чтобы в будущем начались работы по строительству самой же станции. Мы сегодня убедились, что работы идут, работы выполняются качественно. Около сотни рабочих трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, Междувилоновской и Красноармейской и в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. При этом стараются в ночное время приостанавливать все шумные работы. Здесь, в историческом центре, выполняется переустройство всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий и других сетей. В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро. Там, где в будущем будет станционный комплекс. Минимизация неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр оперы и балета и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. По словам представителей Минстроя, любые возникающие вопросы решают в оперативном порядке. Производственные совещания организуются ежедневно. Контроль непрерывный. У нас также продолжается работа по переустройству сетей, по перекладке водопроводной линии, канализационной, кабельных линий и теплотрассы. Работы, можно сказать, перешли экватор, половину, если брать общий процент выполняемости. Для электрических сетей уже проложены все защитные футляры, которые повысят износостойкость. И теперь рабочие заводят в них кабели для дальнейшего переподключения. С обновлением теплотрассы, теплосети, театр оперы и балета специалисты справились более чем на две трети. Трубы уже проложены. Рабочим осталось перекрыть их лотками, обеспечить гидроизоляцию, сделать врезку и запустить линию. Некоторые мероприятия выходят на заключительный этап, а канализация уже переустроена. Также специалисты пояснили, прокладывать трубу через улицу Красноармейскую намерены одним из закрытых способов, а именно методом продавливания. Специальная установка, расположенная в рабочей камере, давит на землю и тащит за собой трубу. Такой метод был избран для того, чтобы избежать перекрытия движения и, опять же, минимизировать неудобства. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжится и в декабре. Соблюдение условий проектной документации, норм и требований ГОСТа обеспечиваются неукоснительно. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. В том числе повысит транспортную доступность музеев, театров, социокультурных площадок, до которых с одного конца города на другой можно будет добраться за 20-25 минут. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События.